Лыжные гонки. Александр Большунов выдает классную гонку и становится сегодня вторым, несмотря на слухи о том, что у него больше нет мотивации. Денис Спецов вновь выигрывает спустя многие годы и одерживает победу в вершине Теои коньковая разделка. У девушек очень непредсказуемый результат. Это большой выпуск и подробный разбор всего, что происходило во время гонки. Нюансы, подробности, детали, а также, конечно, послушаем интервью лучших спортсменов и призеров этой гонки. И услышим комментарий Савелия Крестелева, что с ним случилось на последнем круге, что он проиграл аж две минуты. Ставьте лайк этому выпуску, поможет в продвижении лыжных гонок. Пишите ваши комменты и подписывайтесь. А мы начинаем смотреть выпуск. Всем спортивный привет! Лыжные гонки, первый этап Кубка России. И сегодня борьба развернулась очень серьезно на дистанции. 15 километров бежали коньком мужики и 10 километров также коньком девушки. Давайте по порядку, подробно поговорим о ходе гонки, послушаем интервью быстрейших лыжников, призеров сегодняшней гонки. И не только, кстати. Но и обсудим все интересные нюансы и детали этой борьбы. А их было немало. Там, в вершине тёй, сезон в этом году начинается очень интересно. Мы помним, что Александр Большунов ряд неудач потерпел. Без призового подиума остался в первых гонках Кубка страны. И даже вчера просочилась информация, что Юрий Викторович Бродавка, его тренер, наставник Большунова, сказал, что у Александра сейчас непростые времена. И что даже задумывается лыжник о том, чтобы вообще всё бросить, уехать домой, закончить вообще со спортом. И вот такие тревожные мысли посещают Большунова. Но сегодня Александр Большунов выглядел значительно лучше, на мой взгляд, чем в предыдущих гонках. И это доказывает результат в том числе. Если посмотреть на итоговый протокол, то Большунов сегодня второй. Давайте к результатам. То есть один из спецов, которого также давно мы не видели первым на этапе Кубка России. Побед у него не было капец, как долго давно. То есть в прошлом году он не побеждал, до этого не побеждал. Хотя мы знаем, что Большунов, вернее спецов, на Олимпийских играх выигрывал. И вообще, в принципе, лыжник очень высокого уровня. Но что-то вот немножко где-то постоянно не хватало. Здесь же сегодня Спецов первый, Большунов второй, Мальцев третий. Давайте для начала посмотрим финиш. Победный финиш Дениса Спецова на дистанции 15 километров. Коньком сегодня в вершине. Теое внимание. Здесь и наблюдать все вживую. А вот финиш, 33 номер. Это Спецов, кстати. Это лучший результат. Ты о чем тебе и говорю. Спецов, он бежит, 2 секунды проигрывал Мальцева и Большунова, а он уже финишировал. Да, Денис Спецов очень здорово заряжал. Мы обязательно послушаем его интервью чуть позже. А сейчас скажем об раскладке, да, по результатам в итоге. Спецов первый, 32-38 его время. За ним очень близко, на самом деле. Для 15 километров разрыв не такой уж и серьезный. 9 секунд лишь уступил Александр Большунов. И на третьей позиции Артем Мальцев с отставанием 12 секунд. И в целом все это довольно плотно. Более того, по ходу гонки, если вы следили за именно ходом борьбы на трассе, то менялись ребята по результатам, по протоколам, по отсечкам. То есть и Большунов опускался, и проигрыш его был посерьезнее. Даже Мальцеву уступал. Но в итоге Большунов, видите, отфинишировал здорово свой этап и занял второе серебряное место. Давайте посмотрим на то, как Большунов преодолевал финишные сотни метров. Как он выкладывался. И просто посмотрите, как Большунов после финиша лег на снег и с него долгое время не вставал. Думаю, что это тоже сигнализирует о том, что спортсмен отдал все, что было на сегодня в его спортивном арсенале. Внимание, смотрим финиш Большунова. Так, так, так. Какое у него время? Ну что ж, спецов Денис сегодня просто недосягаем. И то скорость, которую он выдал, заметь, это просто невероятно. То есть все-таки спецов Денис последний подъем прошел с какой-то сумасшедшей абсолютно скоростью. Ну и правда, когда Большунов так долго лежал в момент именно трансляции гонки, я думаю, многие его поклонники, болельщики переживали, во-первых, за спортсменов. Во-вторых, могли только поблагодарить Александра Большунова за прекрасное выступление сегодня, несмотря еще раз на все сложности, которые в начале сезона Большунова преследуют. И мы помним, держим в уме статью, спорт 24 приводил там, да, цитату иностранного СМИ, мол, что Петер Нуртук, известный чемпион лыжник, говорил с Большуновым, они общаются, и Большунов делится с норвежцем, что мотивация, мол, уже не та. И вот, конечно, все это такие тревожные сигналы, но Большунов сегодня был на самом деле неплох, учитывая предыдущие опыты. И давайте послушаем его интервью сразу после финиша, что он как раз про мотивацию, про неудачу в начале сезона думает, что говорит, и какие вообще мысли у трехкратного олимпийского чемпиона, которого сезон не совсем пока получается. Ну а сейчас небольшое объявление, но очень важное. Вы видите, что этот сезон я начал с нашивкой и на шапке у меня в момент с репортажей и, конечно, на одежде Ювента Спорт. Это магазин, спортивные экипировки, экипировочный целый центр, на самом деле с богатой историей, известное очень место, и там я знаю, что закупаются и обращаются к специалистам этого центра лучшие спортсмены. Так вот, Ювента Спорт стали моим партнером, партнером моего ютуб-канала, и сейчас, внимание, друзья, у ребят из Ювента Спорт проходит черная пятница, серьезная распродажа и очень хорошее предложение на весь, на весь абсолютно ассортимент в магазине. Это реально хорошая возможность приобрести все необходимое сейчас в начале сезона по действительно низким ценам. То есть качественный инвентарь, известный бренд, престижный магазин и низкие цены. Это сейчас такая возможность, которую нельзя пропускать. По промокоду Black Friday, здесь вы видите его, он написан внизу экрана, по этому промокоду вы сможете получить скидку 15% на любые товары в магазине, вообще на любые товары в магазине. 15% это, конечно, немало. Распродажа продлится 4 дня, то есть с пятницы до понедельника. Это ваш шанс зайти, заглянуть на сайт Ювент Спорт, выбрать себе палки, лыжи, может быть, экипировку. У них там сейчас очень богатый выбор. Sfix, Moax, топовые бренды, да. Ну и лыжи самых крутых производителей. И палки, и ботинки, и мази, и парафин. В общем, Ювент Спорт есть все для лыжника. Поэтому с такими скидками точно имеет смысл туда заглянуть. Промокод действует еще раз на любой товар, в том числе на самые крутые лыжи. Любые лыжи. И те, которые используются лучшими спортсменами, на которых бегают, в том числе на Кубке мира. Они есть, да. Есть лыжи попроще модели. И главное, что специалисты в Ювент Спорт, если вы к ним обращаетесь, то они помогут вам выбрать, проконсультируют. В общем, обращайтесь к ним на сайт. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Там есть все контакты и вся подробная информация. Ювента Спорт. Молодцы ребята. Огромно им благодарны за то, что поддерживают развитие спорта. И стали спонсорами, партнерами моего ютуб-канала. Еще и цены у них весьма приятные. Черная пятница. С пятницы по понедельник 15% скидка по специальному промокоду. Не пропустите. Просто хуже уже некуда. Поэтому есть только один путь. Это подниматься ступеньком вверх. Других вариантов нет и выходов нет. Поэтому только так. По-другому никак. Тут главное все-таки, чтобы здоровье было в порядке. А когда оно более-менее в порядке, то нужно стартовать и идти шаг за шагом. Поэтому не знаю, как дальше будет. Но если говорить по времени, то в принципе, так сказать, отборочные соревнования. На отборочных соревнованиях у нас всегда большое количество желающих выиграть. И все готовятся именно, так сказать, к этим стартам. А дальше, как показывает сезон, не всех хватает. Полкоманды болеет. Лежит, так сказать, с ковидом. Вторая часть только начала отходить. И вот первое дыхание сегодня было. Потому что мы тоже переболели. То, поскольку у меня месяц, там у ребят тоже большое количество было потеряно времени подготовки. Поэтому сейчас это вот только первый старт, когда мы, допустим, смогли, ну, поворот, так сказать, между собой. И показать вот первые три места. Мне кажется, это здорово. И юрид сегодня хотя бы, наверное, может быть, улыбнется. Потому что до этого он сидел всегда один и грустил, если на него посмотришь. Ну вот у нас еще один человек, который здорово себя проявляет. Уже не в первой гонке. Первый раз, ну, не за долгое время. Такие дела. Рядом с Александром Мальшновым, вы видите, он так по практически отечески. Андрей Сахаров, да, юниор и молодой лыжник. Занялся на четвертое место. И вот с ним рядом стоит Большинов. Про него пару слов еще скажет обязательно. Ну и интервью Андрея Сахарова. Открытие, можно сказать, до этого этапа в вершине Теоя. Мы тоже послушаем обязательно. Но мы не должны, на мой взгляд, обходить вниманием. И блестящее выступление сегодня Артема Мальцева. Признавался Большинов в интервью, что с Артемом они там пересекались накануне гонки. И даже было предложение от Мальцева, мол, давай поедем по домам. Раз не получаются гонки. Но видите, сегодня весь пьедестал в спортсменах, представляющих группу Юрия Викторовича Бородавка. Напомню, что у Юрия Викторовича сегодня день рождения. Об этом чуть позже я обязательно тоже скажу подробнее. Но вот с такой интересной, такая интересная закономерность. Сезон не получается у группы Юрия Викторовича. Поначалу, да, такое можно впечатление, может впечатление сложиться. Ну а сегодня сразу три спортсмена. Возможно, действительно, ДР тренера как-то подбодрило спортсменов. Давайте посмотрим на финиш Артема Мальцева. Он сегодня третий. Бронза это тоже достойно. Смотрим. Как Спецов выигрывал полсекунды. Давайте посмотрим. Да, но здесь скорее всего... И все-таки это здорово, конечно, что три спортсмена, да, группа Бородавка на пьедестале. И все-таки про Дениса Спецова отдельно. Я знаю, какая у него просто, не хочется говорить армия, но хочется сказать какое-то более такое слово, даже не знаю, но фан-база огромная. На самом деле очень много болельщиков, поклонников у Дениса Спецова. Его там кто-то называет даже самым улыбающимся лыжником, позитивным таким и так далее. И Денис Спецов сегодня победил. Я правда думаю, что среди его поклонников это большое событие, учитывая то, что долго Денис Спецов не одерживал победы. Ну и давайте послушаем Дениса Спецова, олимпийского чемпиона, который в том числе на мировых стартах побеждал. И на самом деле здесь очень многие эти долгие годы ждали, когда же он тоже одержит победу. Давайте послушаем Денис Спецов сразу после гонки. Поделился впечатлениями и мыслями о том, как долго он тоже ждал эту победу. На Кубке России пришлось так же долго ждать, как и на Кубке мира. Действительно, это моя такая первая победа на Кубке России. До этого была только в каком году, в 2017, что же, на финале Кубка России я единственный раз выигрывал. И вот спустя столько лет снова удалось выиграть. Сегодня лыжи великолепно работали на протяжении всей дистанции. Я думаю, ребята все об этом скажут. И, конечно же, очень много сегодня зависело от работы в группе. Ну и вообще про Дениса Спецова еще помню, да, вот на самом деле и, ну, Артем Мальцев не был в этой, скажем так, когорте тогда еще молодых спортсменов. Но Денис Спецов, Александр Большнов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, они в целом эти ребята из одного поколения. Спортсмены довольно молодые. И еще буквально там, я не знаю, ну, 4 года назад, буквально 6 лет назад уж точно, Их считали вот такими подрастающими, подходящими звездами. А сейчас это, на самом деле, основа нашей сборной. И тогда еще в довольно юном возрасте ребята показывали сильные результаты. Я помню, как еще тогда действующий спортсмен Александр Легков отдельно отмечал именно Дениса Спецова, поскольку они проводили там в какой-то период времени тренировки вместе. Легков говорил, что у Спецова такой характер и качество очень классный, что он может долго, вот если кто-то его обгоняет, да, или кто-то уходит в отрыв, он может прям за ним сесть в спину и долго-долго терпеть даже темп, который для него очень высокий. Ну и мы видим, что спады, которые случаются, вот все-таки все равно ребята остаются в топе. И за них переживают из большинного особенностей. Сейчас такая дискуссия вокруг его имени, куда же делась былая форма. Ну вот Юрий Викторович Бородавка буквально накануне в интервью Мачо заявил, что тысячу процентов дает, тысячу, что все-таки Большунов вернется в прежние кондиции и будет лучшим из лучших. Ну будем следить, смотреть на самом деле вот про мотивацию. Здесь очень такой опасный момент и многих болельщиков именно он, скажем так, задевает. То есть не может ли быть такого, что у Большунова действительно спад именно с точки зрения мотивации. Потому что, ну это очевидно, это в первые месяцы после отстранения, недопуска наших спортсменов к Кубку Мира, это первый вопрос, который мы задавали журналисты и ребятам, спортсменам и тренерам. То есть что с мотивацией? Потому что вроде ты только возвращаешься с Олимпиады, там если говорить про Большунова, три золота взял, и вот ты закрыт и не участвуешь в борьбе за Кубок Мира, за победу на этапах Кубка Мира и так далее. Что внутри? И тогда казалось, что все-таки преодолевают ребята вот эту тяжелую историю, ну ввиду того, что может быть какой-то запас прочности есть и все-таки там, да, крат надежды, что вся эта политическая история отойдет на второй план и как-то вот все-таки вернутся спортсмены. Но сейчас уже довольно долго, да, и третий сезон начался в отсутствии международных стартов. И правда есть опасения, что может с мотивацией быть что-то не то. И вот поэтому, я думаю, поэтому в том числе очень переживают болельщики за Большунова. И вот каждый такой сигнал о том, что якобы у него мотивация не та, якобы там есть сложности, он, конечно, тревожит болельщиков. Но это только от того, что они его сильно любят и сильно переживают за трехкратного олимпионика. Давайте еще скажем про Савеля Красилева. Савеля Красилева молодой спортсмен, быстрый спортсмен. И несмотря на то, что громких побед, помимо юниорского уровня на взрослом поприще, громких побед на международных стартах и мировых стартах у него нет практически, наверное, и нет вовсе, да. Но все равно вот уже несколько лет он в топе пребывает российских лыж и уже закрепил за собой звание одного из флагманов российского лыжного спорта. И за ним, конечно, смотрят тоже с большим интересом. Так вот, Савелий сегодня шел тоже, в том числе, в лидерах, да. И когда велась прямой эфир, да, велся, шел, то там как раз Большунов бежал. По Мальцеву, по Спецову было плюс-минус понятно. Ждали все результаты от Большунова, что же будет в итоге, да, сможет ли он добавить или наоборот. И Савелий Коростелев шел тоже очень здорово. И в том числе с Большуновым конкурировал за позицию. И вот, в принципе, вел борьбу не только за призы, но и за победу сегодня Коростелев. Но в итоге на финише у Коростелева проигрыш больше двух минут. И это вызывает кучу вопросов у внимательного зрителя. И так, осторожность какую-то вызывает. Давайте посмотрим. Коростелев шел очень здорово, быстро. Но в какой-то момент его темп начал западать. И в какой-то момент упал очень сильно. Давайте посмотрим кадр. Это один из подъемов на трассе во время гонки. Последний круг для Коростелева. И там он уже довольно так медленно, по меркам быстрейших лыжников, идет к финишу. Давайте посмотрим. Вот. Ну и на отсечке 12.95 у нас еще Коростелев Савелий занимает уже 23-ю строчку с проигрышем минута 10 Александру Большунову. Он выбывает из борьбы. Ну и, конечно, я смотрю там, да, читаю свой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь обязательно. Ссылка в описании будет и в закрепленном комментарии. У нас там, ну, как бы, разумеется, в чате мы все обсуждаем, что происходит на трассе во время трансляции, во время гонки. И вижу, что люди пишут, что, мол, что же случилось с Савелием. Может быть, сломалась там палка, лыжа, что-то, какой-то сбой. Или, может быть, упал спортсмен. Ну, чисто визуально, если мы смотрим в момент эфира, инвентарь на месте, как кажется. Лыжа тоже. И не похоже, что какое-то падение было серьезное. Ну, просто сбавил темп. И, конечно, вот вопросов очень много, да, что же вообще произошло. Но в итоге, в интервью Савелий Кристелев, ну, так особенно подробно причины того, что темп сбавил и за победу сегодня не боролся и уступил больше двух минут, подробно, прямо уж подробно, не говорил об этом. Но причину назвал. Говорит, что просто устал. Интересно. Давайте послушаем, внимание, интервью Савелия Кристелев после финиша, о том, почему гонка для него сложилась не самым лучшим образом. Ну, устал чуть-чуть. Так случается, все в порядке, работаем дальше. Приходите, смотрите, второй этап будет нормальный. Сезон длинный, еще успеем все выяснить. Но в целом сейчас настроение какое? Ну, так, слегка подавленное. Да, ну, сейчас все будет хорошо. Не было, не знаю, желания сойти. Желания сойти было. Желания, да, сойти. Может быть, это было бы более верное решение. Ну, посмотрим, как что. Устал, просто устал. Ну, Савелий Кристелев готовится в группе Егора Сорина. На самом деле, и Егор Сорин, и его коллеги. По этой сборной все-таки работает старший тренер не один в команде, а ряд специалистов помогают. Это и массажисты, и, конечно, сервисеры. Это, конечно, и аналитик прекрасный. Я знаю, что Егор Сорин доволен своим специалистом, и спортсмены тоже очень уважают, да, вклад этого члена команды группы Егора Сорина. И, конечно, второй тренер, тренер сборной Черноусов, тоже на высоком уровне проводит подготовку с спортсменами. Я уверен, что эти специалисты, их тренерский штаб разберет спад сегодняшний Кристелеву очень подробно. И, на мой взгляд, конечно, будет проведена там работа аналитическая в том числе. Потому что спад довольно серьезный. Учитывая, что вчера, да, на предыдущей гонке Кристелев занял третье место, и до этого смотрелся неплохо, и в Кантамансийске выглядело здорово. Вот так вот проиграть две минуты, это, конечно, вызывает вопросы, но, еще раз, уверен, и Савелий, и тренеры проведут необходимую аналитику, сделают выводы. Наверняка, я думаю, и на это рассчитывают, я думаю, все болельщики, что увидим Савелия в хорошей форме уже на следующих стартах на втором этапе Кубка страны. Друзья, попрошу вас, поставьте лайк, это важно для продвижения этого выпуска, чтобы лыжные гонки смотрело как можно больше людей. Ставьте лайк, пишите в комментарии, что думаете о спаде Савелия Кристелева сегодня в гонке, о Большунове, о его мыслях, да, и в целом о том, как для него начинается сезон. Любые мысли пишите в комменты, там я стараюсь все комменты читать, стараюсь на все отвечать. И, в общем-то, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать последнюю информацию про лыжные гонки. Разумеется, интервью лучших спортсменов, разумеется, репортажи с места событий, разумеется, выпуски. Поэтому подписывайтесь. Ну, а мы с вами давайте к женской гонке перейдем. Там, на самом деле, борьба была тоже весьма уверенная. Да, этот сезон начинается как минимум без лидеров прошлых лет. Нет Натали Терентьевой, нет Вероники Степановой. Но конкуренция тоже присутствует здесь, потому что девушек сильных немало. Причем некоторые из потенциальных фаворитов мы их еще пока в топе не видим. Давайте посмотрим на результат сегодняшней гонки у девушек. Они десяточку бежали, десяточку бежали коньком. Екатерина Смирнова одерживает победу. 25-01, это ее время сегодня. Арина Каличева на второй позиции. Очень молодая лыжница и огромная молодец. Результат достойнейший. 8 секунд уступает лишь опытной уже Екатерине Смирновой. И Алина Пеклецова. Она уступает 17,5 секунд. И Алина, и Алина лыжницы молодые. А это значит, что за ними все-таки будущее. И за ними мы следим в этой связи очень внимательно. И надо сказать, что они объехали сегодня массу сильнейших лыжниц. В их числе олимпийская чемпионка, например, Татьяна Сорина, и Мария Истомина, и Лидия Горбанова, и Евгения Крупицкая. Ну, то есть список тех, кто остался позади, довольно серьезный. То есть здесь в отсутствие Натальи Непряевой и Вероники Степановой все-таки есть кому бороться. И результат Каличева и Пеклецовой, он, конечно, классный. Давайте послушаем девчонок. Сейчас посмотрим, давайте, финиш в начале. Да, Екатерина Смирнова, как она финишировала, бежала за победой на финише. А затем послушаем девчонок и то, что они рассказали о гонке. Внимание, Екатерина Смирнова финиширует. Давайте посмотрим на наши секундомеры, кто же из них, Смирнова или же Каличева. Да, мощно отработала финишный участок трассы Екатерина Смирнова и одержала, собственно, победу. Дальше мы посмотрим с вами интервью Екатерины Смирновой, что она расскажет сразу после финиша, как раскладывалась на дистанцию, насколько довольна результатом и что ее вообще привело к сегодняшней победе. Послушаем. Ну и, конечно, Арина Каличева и Алина Пеклецова. Это звезды, которые сегодня также на пьедестале. Топ-3. Девчонок всех мы услышим обязательно подробно. Тяжелая гонка. До сих пор не могу прийти в себя. По трассе вообще не понимала. То ли я лидер, то ли я какая-то пятая. Иду вообще не понимала, что происходит. Почему-то по-разному говорили. Немного не повезло то, что передо мной не стартовала участница. Это, так сказать, сразу же дает... Ну, у нас же все в голове. Сразу морально не готова бежать. Все пропало. Ну, Екатерина Смирнова все-таки лыжница опытная. Ее победа, наверное, это не столь сенсация. Хотя и очень приятно для тренера персонального, для тренера команды, в которой она готовится. Для близких, родных, для ее поклонников. Ну, а вот молодые лыжницы Каличева и Пеклецова, что они рассказали после триумфального попадания в число призеров сегодняшней гонки. Давайте послушаем Пеклецова, Каличева. Внимание на экран. Интервью лыжниц после финиша и после их десятки коньком в вершине Теои. Смотрим. Я считаю, что сегодня была борьба за фидестал до последних метров. Все шли секунда в секунде. Мне кажется, все решилось на последних двух подъемах. Погода замечательная. Лыжи замечательно тоже работали. Спасибо большое. И сервис в бригаде тренеров, что поддерживали. Неплохо разложилось по дистанции. Хорошо, видимо, получилось отработать финиш. И буквально на финишной прямой, получается, урвало секунду за третье место. Отличная гонка и серьезнейшая борьба в вершине Теои. Мужчина, у девушек. У девушек Смирнова, Каличева, Пеклецова топ-3. Дальше Жень Крупицкая на четвертой позиции. Чуть больше секунды. То есть полторы секунды не хватило Евгении, чтобы попасть в число призеров сегодняшней гонки. Дальше Лида Горбунова. 21 секунду она уступила. Смирнова и, по большому счету, около 4 секунд Пеклецовой за тройку, если говорить. Борьбу за тройку. Здесь очень плотно, кстати, за тройку разместились лыжницы. И вот эта борьба именно за пьедестал на довольно серьезном уровне. То есть Пеклецова, Крупицкая, Горбунова. Истомина в секунде, даже меньше, чем в секунде от Горбуновой, очень близко. Никитина. Екатерина секунду проиграла Истоминой. Дальше сразу за ней Шалобода Елизавета. Секунду уступила Никитиной. Ну, как вот это прям здесь плотно очень. За тройку борьба прям в секундах все. Ну, Сорина Татьяна. 27 секунд уступила лидеру. И около трех секунд с восьмому месту. И Анна Корякова дальше идет, занимая десятое место. Это вершина Теои. Первый этап Кубка России. Давайте поговорим, что же нас ждет на втором этапе Кубка России. Об этом уже есть информация. Она для жителей Московского региона и вообще Центральной России малоприятна. Но давайте ее обсудим, почему нет, и поговорим о тех стартах, которые предстоят впереди. Ну, а перед этим хочу поздравить еще раз тренера сборной России, старшего тренера сборной России. Настоящую легенду лыжных гонок. И человека, который внес серьезнейший вклад в развитие спорта в стране. Юрий Викторович Бородавку празднует сегодня день рождения. Я написал утром сегодня пост. Разумеется, перед этим связался с Юрием Викторовичем и тоже высказал свои пожелания и поздравления. На самом деле хочется просто еще раз подчеркнуть, что Юрий Бородавку, я не знаю, я не специалист и не тренер. И не методист тем более. И не спортсмен, который работал под его руководством. Поэтому несложно говорить о какой-то спортивной составляющей. Хотя его регалии, заслуги и победы, в том числе олимпийские, говорят сами за себя. Но вот со своей стороны отмечаю отдельно, что Юрий Викторович Бородавка, человек, который в какие-то моменты очень острые. По большому счету где-то даже спасает лыжные гонки. Это тот человек, который всегда ответит на самые острые вопросы. Он не боится камер, не бежит от публичности, от гласности, от болельщиков, от журналистов, от аудитории. Он наоборот всегда очень с уважением относится к людям, которые проявляют интерес к лыжному спорту. И как он здорово нам помог, помните, всем нам, любителям лыж, увидеть в Малиновке гонки, которые там проходили. Мы с ним вместе, он был за рулем, взял меня к себе в машину. Мы вместе с ним ехали в Малиновке вслед за спортсменами. Это был масс-старт. Показывали 30 километров этой гонки. Ну и таких поступков у Юрия Викторовича очень много. Он действительно серьезный вклад вносит и любит лыжи по-настоящему. Огромный молодец. Поздравляю его от всей души. Он прям красавчик, красавец, молодец и человек, которого хочется очень громко на всю страну поздравить с днем рождения. Крепкого здоровья, сил и успехов желаю я. Вы свои поздравления и пожелания можете для Юрия Викторовича оставить в комментарии. Я думаю, что наверняка он прочтет или ему передадут. И это будет приятно. Давайте дальше перейдем к вершине Теоя и поговорим о регламенте проведения, что ли, соревнований. Первый этап Кубка России закончен. Мы обсудили с вами, проанализировали гонку, которая состоялась. Ну а дальше что? Дальше у нас второй этап Кубка России, который тоже пройдет в вершине Теоя. Об этом уже много сказано, решение дискуссионное с моей точки зрения. Но оно принято и вершина Теоя примет второй этап Кубка России. Какая критика есть сейчас в среде лыжных поклонников, болельщиков по отношению к проведению стартов? Понятно, что многие спрашивают, почему не показывают по федеральному телевидению трансляции. Этот вопрос уже неоднократно мы обсуждали, к нему возвращаться не будем. Хотя, конечно, вопрос актуальный и он остается по-прежнему. Все-таки, наверное, охват федерального телевидения, да и качество, здесь уж спорить, я думаю, сложно. Качество показа и трансляции федерального ТВ, конечно, выше, чем то, что мы видим сейчас. Здесь спорить сложно максимально. Максимально сложно. Про другое. Время старта. По Москве, по московскому времени, лыжники стартуют, сейчас стартовали на этапе Кубка России, в 7 часов утра. И это, конечно, рановато. Особенно выходные дни, когда люди не спешат, ну, многие люди, да, мы говорим про большинство, наверное, не спешат на работу. И, конечно, с удовольствием, с семьей вместе, там, посмотрели бы за лыжными гонками, может быть, кого-то из детей там тоже посадили, сказать, смотри, какой классный Большинов и отличный Коростелев. И как мочится Денис Спецов. Может быть, будешь как он, и ребенок бы, может, захотел. Ну, в общем, это важно, на самом деле, чтобы за лыжами смотрели. Если они будут проходить далеко в лесу, где-то, куда сложно добраться даже телевидению, и никто их не будет видеть, эти гонки, то, конечно, вопрос, зачем такие лыжные гонки нужны вообще, да. То есть, все-таки хочется, чтобы это было на всю страну, и чтобы пример того же Большинова вдохновлял миллионы человек. Это очевидно. Так вот, было много критики, и я читаю чаты, внимательно слежу за комментариями. Многие переживали, почему в 7 утра старт, что это вообще, особенно в выходные дни, вообще непонятно. Но появилась информация, и она появилась на сайте Федерации лыжных гонок России, на официальном ресурсе Федерации. Такая программа старта и программа для команд, как добраться, откуда ехать и так далее. И, среди прочего, там есть программа стартов. Так вот, по этой информации гонки по Москве, по московскому времени, пройдут, будут начинаться в 6 часов утра. И очень забавно, коллега из канала Лыжная классика написал у себя, процитирую. Гонки второго этапа Кубка России в вершине Теи будут начинаться в 6 утра по московскому времени. Кто там просил не ставить гонки на 7 утра, знак вопроса. Похоже, вас услышали, написал коллега из Лыжной классики. Но меня это позабавило, я тоже к себе отрепостил и с таким, знаете, комментарием в телеграм-канал свой. Написал, что ощущение, что делается все возможное, чтобы лыжа смотрела как можно меньше людей. И у меня действительно без прикрас складывается именно такое ощущение. Ну, в 6 утра. И здесь я сталкиваюсь тоже вот с людьми. Масса людей тоже разделяет эту позицию и задаются вопросом, почему же так поздно и зачем. Но сталкиваюсь с другим мнением, что вот особенно с Дальнего Востока очень многие пишут и говорят, а нам-то как удобно. И даже вот один из комментаторов написал, что 6 утра по Москве нам гораздо удобнее, чем 16 часов по Москве. Но здесь хочется сказать, ну, ведь не обязательно в 16 часов по Москве ставить, да? Достаточно ли, ну, так, пару часов хотя бы подвинуть, чтобы в 8 утра по Москве это будет удобно и на Камчатке, и на Дальнем Востоке, и, собственно, в Самойтео смотреть, и в Красноярске, и в Москве, да, и в Калининграде посмотрим. Ведь есть какие-то компромиссные решения. И стоит, на мой взгляд, опираться на мнение и на удобство, и на, в принципе, опираться, да? Не только на болельщиков с Дальнего Востока, как бы я вас не уважал, и, конечно, там живут прекрасные люди, я знаю, тоже любят лыжные гонки, но все-таки у нас есть Рязань, Кострома, Калининград, в конце концов, масса городов и регионов, которые живут по-другому времени. И это для них рановато. А компромиссный вариант, с моей точки зрения, вполне себе можно найти. Ну и давайте послушаем, появился комментарий Елены Вельбе, президента Федерации лыжных гонок. Когда он появился, конечно, многие болельщики чуть-чуть взволновались. Подумали, что сейчас получат исчерпывающий комментарий. Ну, в общем-то, Елена Вельбе и высказала свою позицию. Давайте послушаем. Гонки действительно будут начинаться в 6,8 по Москве? То есть на час смещено или это какая-то была ошибка? Но мы изначально не планировали здесь проводить соревнования. У нас они должны были быть в Тюмени. И компания, которая делает нам интернет-трансляции, они имеют помимо нас еще другие обязательства. Поэтому будем из этой ситуации как-то выходить. То, что касается последнего дня, максимально будет утром рано. По причине того, что люди собираются на поезд самолет, все будут быстро-быстро убегать и улетать, уезжать. Касается первой гонки. Если у компании, которая нам интернет-трансляцию делает, возможностей не будет с другими соревнованиями подвинуться, значит, да, они по Москве будут в 6 утра. Вот так, чтобы ребята собрались, успели собраться, да, и переехать в другое место. Действительно, из вершины Тио ехать довольно долго до ближайшего аэропорта, до Абакана, там прям целая такая история добраться. Все это, конечно, вызывает кучу вопросов. Что думаете об этом, пишите в комменты. Мы с вами продолжаем следить за лыжными гонками, ничего не пропускать. Еще раз, Юрий Викторович Бородавка, с днем рождения. Всех спортсменов, которые сегодня показали хороший результат, молодцы, поздравляю. Спортсмены, которым не удалось сегодня показать свой максимум, желаю тоже отличных тренировок и подготовки к второму этапу Кубка России, который стартует совсем скоро, уже 30 ноября, уже на этой неделе, стартует в вершине Тио, и мы обязательно о нем с вами поговорим. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать главные гонки, главные эфиры, интервью лучших спортсменов, выпуски, репортажи с места событий. Подписывайтесь, ставьте лайк, это поможет в продвижении, и пишите в ваш комментарий, что вы думаете о темах, которые мы сегодня обсуждали. Ну и, друзья, объявляю отдельно, уже традицией становится, у меня есть телеграм-канал, там больше 10 тысяч человек. Мы обсуждаем лыжные гонки в момент трансляции, какие-то наиболее актуальные заявления и информацию обсуждаем, получаем. Там оперативная информация публикуется, где есть снег, где снега нет и так далее. В общем, все самое интересное. Интервью спортсменов сразу туда загружаю, поэтому подписывайтесь, ссылка есть в закрепленном комментарии, ну или просто наберите латиницей до Кукин, телеграм-канал, вас там жду, у нас там классно, приходите. Увидимся совсем скоро, всего вам доброго, пока!